ну шо пацаны handpaint всем привет меня зовут алекс кто впервые подтянулся это уже получается 3 стрим 4 4 4 4 стрим да у нас была небольшая серия стримов по разным тематикам я работаю директором в маленькой финской компании shipper games делаю немножко всего и сегодня мы будем немного говорить про стилизованный handpaint handpaint будет без хай поле обращаю ваше внимание то есть pipeline будет немножко другой немножко необычным будем много рисовать руками будем использовать блендер для модели и substance пейнтер для покраски поэтому будут какие-то достаточно базовые вещи в substance пейнтере но постараемся нарисовать хорошую модель к рефу довольно близко будем работать но она будет стилизован по поводу handpaint там вот уже задали вопрос голосовой что я говорил на прошлом стриме что мне редко за него платят не за него вообще почти никогда не платят на самом деле просто потому что я работаю в другой стилистике обычно и соответственно работа у меня в портфолио почти все другие чем больше работа одного стиля у вас портфолио тем больше у вас заказчиков на этот стиль естественно приходит поэтому я начинающий в handpaint не мастер ни в коей мере но кто-то кто тоже начинающий или хочет может даже впервые попробовать может быть что-то будет полезненько с этого стрима и еще один момент я использую шумоподавление от видеокарты поэтому когда видишь на видяшку нагрузка вырастет голос может начать прерваться говорите сразу я перезагружу собки на обычно это помогает и наверное если станет совсем тихо если я начну прям углубляться в handpaint можно чат наверное он открыть на смысле микрофона открыть чтобы кто-то тоже меня поддержал ну посмотрим посмотрим как пойдет ну что будем начинать собственно вот сегодня я сделал базовый меш он довольно простенький он стилизованный потому что мы будем красить без хай поле поэтому я его сделал в таком миксе сглаженного и лоу поле то есть будет видно эджи я и за шейдю хардом но и сглаженной формы тоже кое-где есть и намеренно где геометрия очень лоу поле на просто чтобы было видно что собственно говоря это немножко стилизованный лоу поле отчасти шаг один забыл так я еще не проверял этот меж в substance поэтому сейчас посмотрим будут ли какие-то проблем потому что кстати к вопросу об ингонах он смотрите какие у меня ингон красивая я думаю что все будет нормально я его быстренько замоделил вот сегодня я его разложил на ювишке и вишка выглядит так поэтому моделин и юви мы мусолить не будем все это в той или иной мере умеют кто не умеет логично начать сначала с этого потом уже как то так то есть у нас много будет работаем вот поэтому рифу который в углу видно и мы много разной разной геометрии будем делать фейково рисовать руками то есть если бы это был скульпт мы бы скорее всего сделали грань и бэвэл и какие-то царапины я не знаю вот эти всякие болтики отверстия и прочее мы это будем рисовать поэтому это будет хэнд-принк так что посмотрим как пойдет у хэнд-принк то есть такая интересная особенность что во-первых результат чуть менее предсказуем чем у других техник на мой вкус во всяком случае по моему опыту а во вторых когда вы начинаете красить хэнд-принк очень достаточно длительный промежуток времени опять же это мой опыт мне так кажется моделька выглядит плохо то есть хэнд-принк требует времени требует вдумчивого усложнения деталей дополнительных и соответственно чем больше вы времени потратите тем результат возможно будет лучше поэтому начинать хэнд-принк иногда иногда бывает тяжеловато но посмотрим как пойдет как я сейчас поставлю шарпы там я забыл кое-какие шарпы проставить но так в принципе я уже доволен как она шейдится вполне себе неплохо кое где стиль получился чуть чуть неконсистентный где например вот здесь вот надо было поменьше геометрии дать слишком сглажены страшно сделал я ее сегодня за пару часов поэтому мои извинения так ну что приступим так нам можно сдвинуть и вот куда-нибудь примерно в центр геометрии ставим модельку в 00 у нас на ней пинут как сплит и мира соответственно ювишка будет целиком зеркальная и пробуем экспорте сначала без три ангуляции если он гоны дойдут какие-то жуткие косяки будем преангулировать перед экспортом сохраняемся а еще один момент я вот буквально только что переключился с подписки аллегоритмика то есть подписки собственно подписку адолба я пока отличие не увидел но они могут вскрыться где-то по ходу движения этому будем посмотреть пока по моему все то же самое честно говоря мне не нравится что у меня сейчас осталось больше полугода подписки на substance больше полугода подписки на адолб а чтобы это перевести с одного на другое там столько надо тела движения сделать не то что где то есть кнопочка типа переведите меня мою подписку это прямо что-то очень мануально отмени скачай чек отправь чек на email дождись ответа очень удобно вопрос из чата почему substance они 3d code я пробовал 3d code мне 3d code понравился меньше мне меньше понравился интерфейс он какой-то немножко криптографичные его сложно разобрать замороченный очень мне кажется собственно легче и у собственно есть связка substance designer которую тяжело переоценить которые я часто использую то есть вы делаете материал substance designer и smart материалами работаете в substance painter и у 3d code я так понимаю такой связки нет но я не настаиваю 3d code я пользовался последний раз лет 5 назад 4 что-то вроде того может быть много чего уже изменилось не берусь судить так делаем новый файл я думаю что 2к текстурки нам здесь более чем хватит потом можно будет даже еще заведомо ниже поставить разрешение чтобы все стало такое пиксельные няшные и выглядело прикольно иногда это помогает так у нас здесь стоит классический металли крафт нас хотя я думаю что мы будем работать только в диффузе и остальные карты нам не понадобится но как план b мы это себе оставим так у меня стоит альфа-бленд альфа-бленд мне не нужен я нужен обычный так где наш обычный или оставить альфа пригодится нет наверное пригодится будет так 2 не выбираем меж и смотрим пойдет шейдинг выглядит правильно англаны выглядят правильно в принципе все выглядит так сейчас я планшете включу ну и да конечно если вы хотите попробовать если вы начинающий касте я буду на планшете естественно вам тоже советую ну вроде бы вроде бы все ок будем потихонечку начинать я очень не уверен за результат потому что на предыдущих стримах я работал в очень комфортной для себя техники хэнд-пэйн для меня это такая область эксперимента куда я делаю или на конкурс или какие-то персональные проекты но не каждый день поэтому поэтому и стрим начали пораньше потому что я не знаю сколько времени это займет начинаем с запечки карт обычно так тут вроде бы все что стандартно по интерфейс начинаем за запечки карт мы работаем без той поле но у нас есть наша лоу-полька которая кое-какие данные тоже может нам дать поэтому мы жмаками бейк меш макс выбираем 2к потому что у нас собственно 2к текстура какие мы можем запечь карты из этого мы можем запечь world space normals это карта которая определяет какую сторону в мире смотрят ваши нормально то есть какой фейс смотрит вверх какой фейс смотрит влево или вниз она это запоминает айди нам не нужно можно бы было но не важно нам понадобится им бент окклюжен м бент окклюжен эта карта которая добавляет тени в углубление где геометрия пересекается то есть это называется то есть всякие трещинки и прочее углубление получит тень а мы можем запечь короче хотя скорее всего она будет битая потому что у нас очень мало бэволов но мы ее на всякий случай запечем если она вдруг нам понадобится мы запечем позиция позиция это по вертикальной или по горизонтальной оси где находится геометрия и к нам не нужно все и мы ставим галочку и зло поле миша sky поле то есть если у вас хоть польки нету в данном случае ставить эту галочку причем те вступки да вроде бы все запеклось вроде бы все как следует а сразу можно что-то про как надо сначала сохранить для начала нам у нас будет и проверяем например сразу можно а уж какие-то прям наверно базовые базовые вещи я особо говорить не буду поэтому если какие-то вопросы возникают процессе то вы пожалуйста задавайте интересно уже все чуть-чуть по-другому ну ладно давайте проверим а ушку как она запеклась кошка запеклась вроде бы не дурно алекс до нашего будет ли возможность выложить пистолет вообще доступ и дать потренироваться да конечно конечно абсолютно без проблем также сделаем ссылочку как на когда мы геометрию делали для стилизованного меньше посмотрите ну того что запеклась весьма приличную все на местах сразу видите геометрия как бы немножко выпрыгнула скорее всего вот это бы а ложка мне было лишнее ну так уж я ее решил будем красить так и еще сразу к вопросу важном от ценителей правильно работающих концептов то есть часто бывает что вы делать какой-то арт и обязательно естественно найдутся люди которые шарят и разбираются в теме что а вот это бы так не работало здесь бы она не стреляла но бы там не нажималась или не срабатывала а здесь очень много допущений то есть здесь необычный барабан здесь барабан восьмигранный подряд так понимаю что такое бывает или редко или не бывает и наверное количество пуль выглядело бы по-другому и прочее прочее но естественно все допущение ради художественной мысли потому что мне понравилось он такой толстый перебристый красивый барабанчик что-то еще наверно там сюда вы палец там не пролез здесь держаться было неудобно и всякое такое прочее поэтому если вы такими вещами занимаетесь обязательно готовьтесь к подобным комментариям они регулярно регулярно случаются так ну что можно начать с базовых цветов и как я уже говорил на прошлом стриме по substance и я стараюсь держать цвета в разных папках поэтому мы сразу можем разбить на базовый цвета начнем например с рукоятки естественно рекомендую держать хорошую разумную хорошо называть слои хорошо называть папки алекс почему когда ты пек ты не выставил антиалейзинг он по дарт уже нулевой я не думаю что это важно на 2 по парке то есть это надо вот так вот рассматривает модель чтобы что-то там увидеть во первых может дополнительный шум бы вообще даже еще лучше поэтому так сейчас нет появился окон было да извини забыл про вебку тем не так важно но тем не менее говорят что выглядит чуть серьезнее интереснее стрим если сверху поэтому да начнем так handle и начинаем с базовых заливах можем переключиться сразу на base color убираем лишние каналы которые нам не нужны нам нужен color и начинаем потихонечку просить это переводим на тип лайк пусть она пока будет просто чтобы легче воспринимать меж даже если вы просто в base color и если наверху стоит ambient occlusion просто чуть легче воспринимается меж проще смотреть на геометрию и понимать что что и что где и как поэтому начнем наш эксперимент базовые цвета сейчас нам нужно общей маской на папке добавить чтобы только ручка была в этой папке соответственно потом все что касается рукояти пистолета будет в одной папке и какие бы свои мы не накладывали они все останутся там так сейчас посмотрим какие у нас есть режимы наложения у нас есть ювичанг я так понимаю это то что нам как раз пригодится и мы так хоп-хоп-хоп и быстренько и эффективно модель заливаем получилось едем этим дальше теперь можно сделать оранжевую краску так или мы сначала сделаем металл который будет под краской потому что где-то мы вот здесь вот на уголках на всяких сделаем сколы там его будет видно наверно или это просто будет слой этого процессу тогда мы этот называем я не знаю print например потому что это все что будет касаться остальной части оружия краски и мы его ставим под текущей тогда можно в принципе даже без маски работать принципе можно сделать пипеткой естественно результат будет оставлять желать лучшего лучше ориентироваться на на глаз так базовый цвет и нам понадобится еще один цвет на папкой наверно пап на всякий случай сделаем чисто белый старайтесь не использовать естественно можно добавлять хотя бы капельку хоть какого-нибудь оттенка в данном случае наверное дам чуть-чуть такой вот тепловатый оттенок и эту маску я уже начну делать руками предвосхищая вопросы сразу оговорюсь так же как и с конкурсной работой которую я делал космический корабль здесь я буду стараться делать максимально много руками чтобы не было идеально четких разных прямых линий машин да и моделька получится более очевидно хендпейнтовая то есть будет видно где-то маски краски там геометрию то что я вел рукой линию она будет дрожать все это неплохо это может добавлять модели такой небольшой ламповости на мой вкус я не настаиваю но мне так кажется и так этот цвет алекс там подсказывают что в настройках шейдера можно убрать все каналы кроме альбедо чтобы на каждом новом слое надо было руками отключать а я пока ас в смысле оставить в шейдере только альбедо но я бы хотел себе оставить план бы потому что я пока не знаю может я сюда ввиду металлик чтобы например вот это кольцо и вот это и вот это сделать металликом может быть и араф нас подключу я пока не знаю то есть у меня в принципе не сложно протыкать каналы но потом я вернусь или можно как-то сделать чтобы они в шейдере остались а здесь всегда было по умолчанию только color я не уверен если кто-то знает подскажите буду рад делаем маску и собственно вот с этого момента уже можно начинать красить рев у нас только с одной стороны поэтому как много всего не знаю может избавиться от камеры на этом стреме давайте поменьше хотя бы сделаю потому что будет неудобно иначе иначе много всего так выбираем basic альт и переключаемся и начинаем маску краски то вот вопрос о том что я думаю приятнее такие вещи делать от руки потому что сейчас у меня линия получится не идеально но это и краска могла бы быть не идеально если бы ее кто-то кто-то наносил поэтому просто смотрите на рев и и подкрашиваете потом естественно мы это все будем править то есть я сейчас это кашу естественно не краской я это крашу маской то есть у меня маска на папке и внутри я все буду закрашивать уже сейчас можете в принципе вот такие какие-то вещи оставлять если интересно то есть какие-то помарки неровности шероховатости это может добавить модели шарм мне кажется что сегодня учитывая то что я буду возить кисточкой много я буду много молчать не знаю не уверен что это все таки размутить людей как хочешь если хочешь давай размутим наверное конкретно на этом стриме я бы не знаю с одной стороны как бы ты меня пригласил и тебе решать я понимаю что вы сейчас прокачиваете серверы я у меня опыта в стриминге никакого нету поэтому я не знаю как правильно но да мне кажется что я буду много молчать хорошо секунду тогда обрываетесь яичками и мимосик да я думаю что рев выбрали хорошим такой интересный многослойный очень хотелось нарисовать няшно милашную лапшичку как это называется него него нет него рамы рамы очень хотелось нарисовать рамы но может быть другой раз опять же если бы барабан вращался я так понимаю это вот этот паттерн белый он бы не всегда так идеально смотрелся но то есть какие-то то есть какие-то технические нюансы скорее всего так прекрасно бы не работали как на рефе но реф есть реф поэтому будем ориентироваться на него у нас разумеется я говорил всем рты не заткнут волкам алекс подсказочка небольшая вот ты сейчас переключаешь ползунок ты на их сможешь сразу поменять от нуля до единицы видишь вот это к вопросу вопроса от утра я тут и не смотрю и поэтому да скорее всего это какая-то такая очень базовая вещь которую быстро объясняют но вот такой у меня подход к работе я просто беру и делу поэтому да я всем ребята благодарен кто мне потом пингуют дед мне какие-то очень хорошие вещи объяснял по поводу и джей и и вот такие вот в софт пейнтере особенно я думаю что вы пока будете смотреть кто в пейнтере работает вы увидите много таких вещей поэтому да не стесняйтесь меня поправлять ну-ка x о да великолепно благодарю и еще можно один глупый вопрос наверно ты сейчас по-любому рисуешь на планшете кистью и я вот заметил у тебя иногда линия меньше чем у тебя вот это вот кружочек это это куда надо тыкнуть чтобы он кисть еще делал такой вот ночью и сил да да вот как вот это силу нажатия включить он у меня выключена я не знаю как вот здесь вот вот этот значок жмакаешь видишь то есть это вот нажатие вот она начинает меняться но он должен быть подключен планшет с работающими драйверами то есть если тебя может это не включается по умолчанию сейчас если начну рисовать мышкой она выключится возьму в руки перо он только перо обнаружит в доступе он такой сразу ты пером рисуешь и переключат поэтому может быть у тебя что-то с драйверами но вообще да вот благодарствия жаст так теперь как пишется было назву вот так и наверное почти черная она будет с голубоватым отливом как обычно сталь почти всегда рисуют с голубоватым отливом можно снять копеек вставить алекс когда ты создаешь новый слой если ты хочешь оставить только канал color ты можешь зажатым мальтом кликнуть на кола на color и тогда все остальные каналы отключатся великолепно благодарю да хорош сегодня быстрее хорошо что мы вас размутили низкий поклон всем советующим да я этого тоже не знал так и я думаю что нам еще нужен отдельный слой на трещинки или как я сделаю трещин нет наверное сейчас мы андло добавим вот эти полигончики пусть они относятся к ручке и вот эти тоже сейчас будет очень глупый вопрос но ты будешь рисовать ну как паре фу бабу на барабане или это просто так прикол это хороший вопрос я вообще судя по рефу я бы как-то так примерно и нарисовал это вот мой уровень рисования от руки поэтому может быть может быть но посмотрим когда до этого дойдем то есть вот эти все детали это естественно будет самый-самый-самый последняя часть посмотрим так что еще у нас осталось у нас осталось мы еще можем отдельно сделать папочку для всех вот этих вот свистелок и пердилок в виде крючков каких-то кнопочек наверху и прочего поэтому мы это назовем есть такое прекрасное английское выражение колокольчики и свистелки они это называют то есть всякие вот такие мелкие какие-то детали сделать так ну-ка альц мое почтение класс и сделаем это не стальным а соответственно каким-то пластиковым цветом и я его попробую сделать теплым в отличие от стали но все равно очень-очень темным и тоже задаем черную маску и это мы сейчас будем делать геометрии до алекс еще такое уточнение есть тебе захочется на слое где включен только color включить все остальные это делать так же зажал alt и кликнул на color у них так спасибо все остальные я конечно думаю что здесь мы будем ограничиваться альбедо но я потом посмотрю как в рендере потому что конечно можно было потом заморочиться с металл носом и с раф носом и вообще сделать поинтереснее пбр рендер но посмотрим как пойдет так ну что базовые цвета дали сейчас на них нету градиентов поэтому оранжевый например выглядит ультра странно он не такой но сейчас будем это править то есть весь базовый цвет у меня естественно задается слоями собственно говоря цвета чтобы я мог это потом поправить я максимально обычно оттягиваем момент когда я начну возить именно прям кисточкой потому что с этими слоями потом работать очень тяжело чем дольше вы будете держать non-destructive workflow который называется так что можно откатиться назад то есть взять и передумать там сделать все голубым или добавить какие-то другие оттенки или градиенты и так далее тем лучше поэтому да слои я обычно держу так поэтому начнем собственно с оранжевого он сейчас больше всего бросается в глаза своей шляпностью его надо поправить это точно поэтому мы создаем дубликат слой мы ему делаем называем его градиент давайте и мы его уводим в достаточно сильно красный оттенок даже может быть нет эрибор делаем его темнее крат а может и не эрибор кстати так ну-ка давайте чуть-чуть фиолетовый чуть посветлее сейчас посмотрим может быть и мы ему добавляем свою маску мы ему добавляем генератор и генератор мы ему делаем позицию гуглим позицию вот он так мы его пардон мы его выворачиваем инвертом и смотрим где он обычно можно просто выкрутить контраст сразу понять где он находится поэтому сейчас мы его сместим куда-то сюда ну и сейчас цвет конечно излишне ядреный это точно надо его урезонивать я думаю что что-то вроде такого могло бы быть прикольным вообще переход от одного оттенка к другому обычно выглядит очень приятно и я это люблю а я думаю что сразу можно добавить хайлайт может быть нет сейчас посмотрим посмотрим этому можно добавить чуть-чуть насыщенности но вы дублируем таскиваем наверх в в идеале я только сейчас заметил что я забыл предохранитель добавить может быть мы его нарисуем ну посмотрим в идеале ваш меж должен быть хорошо виден на режиме просмотра байс колор то есть если на режиме просмотра байс колор вы можете оценить все объемы а где что выступает где какие углубления то когда вы включите свет потом будет только лучше поэтому да можно делать достаточно выдающуюся модель выдающуюся не в смысле качество смысл чтобы все выдавалось чтобы все было видно а то это выдающаяся модель кроме ага так сейчас чуть-чуть сверху добавим так и наверно тоже позиция или world space норма уже нужно сделать давайте сделаем world space норма world space норма это карту карта которую мы запекли в самом начале она указывает какие полигоны куда смотрят сейчас если я выкручу очень сильно контраст видно что она себя включает только полигоны которые смотрят вверх и то есть я могу соответственно немножко краску которая вот например сверху ее как бы чуть-чуть под высветлить урезонить контраст урезонить баланс видите уже то есть источника света сейчас здесь нету но уже объемы начинают потихонечку считываться потом подсветим грани там и прочее прочее вообще будет уже уже прикольнее так и наверное можно чуть-чуть его притушить чтобы он не был таким активным так единственное сейчас вот я смотрю и мне не нравится как она здесь и вот здесь ее бы лучше оставить только сверху а я могу например к ней еще позиция накрутить так получится или нет наверное получится получится но тебе нужно в слоях настроить не нормал проявление а с блендер и чтобы два материала вместе не здесь вот именно тогда они будут совмещаться два разных ну ты имеешь ввиду так мне нужен нормал я не хочу другой режим наложения хорошо пока оставим потом можно конечно руками это просто в маске замазать так что пока оставим вот этот кстати к вопросу о том что например если бы я сейчас я этот уберу лишний генератор то есть того же эффекта скорее всего можно было бы добиться если бы я например это сделал почти белым цветом сделал color dodge да да и тогда вот этот хайлайт он везде сработает независимо от того какой цвет поэтому я вот так сейчас оставлю и вот все получилось как следует так теперь на белой краски давайте добьем градиент так сейчас я сделаю градиент так это highlight на белой краски добавляем градиент дублируем слой я думаю что мы его увидим немножко более курированный вниз маску генератор позицию контраст чтобы посмотреть где он находится вот он растягивает чуть-чуть отлично так и повторяем упражнение для ручки ты вот это это до пор это тайна уважаем развлекаться скорее всего я думаю что первое я использовать не буду то есть и hand paint почти всегда подразумевает что так вот это можно почти всегда подразумевает что будут хайлайты на edge то есть все вот эти выступающие уголки они подсвечиваются в принципе особенно если у вас есть скульпт обычно это делать с карты кировича я думаю что мы это будем делать руками хотя короче тоже попробуем но скорее всего результат будет удручающий потому что у нас только лукой так мне нужно сохраниться мне нужна кисточка у меня есть квадратная кисточка хорошая так если у вас есть что-то что вы хотите добавить просто гайки это сюда указываете что это такое если автоматически не определилась иногда так бывает и выбираете куда эти рису ресурсы будут импортированы в данном случае они мне нужны в моем проекте сохраняемся так ну что сейчас я смотрю и думаю что наверно краски можно сразу добавлять хорошего момент оклюжена чтобы во всех углублениях оклюжен был такой прям очень ярко видный красивый поэтому дублируем слой я думаю что он будет какой-то вот прям красноватый сейчас посмотрим как получится мы делаем режим наложением apply добавляем маску и добавляем генератор ангел накрюжен вот он инвертируем его накручиваем хорошо ао-шки думаю можно сделать по контрастнее чтобы вот вокруг вот этих всех деталей как следует ао проступила и добавила насыщенности и смотрим какой цвет хорошо подойдет я думаю что можно чуть-чуть краснеем так что мы делаем дальше я думаю что можно уже чуть-чуть подправить маску на краске например чтобы уже было на нее интереснее смотреть мы находим нашу маску с краской включаем кисточку которая нам нравится которая вы считаете подходит так почему блин как тесно на одном мониторе все получается конечно очень тесно что ты можешь правый верхний угол делать чекер у тебя надпись там у тебя ничего не используется все ништяк так соответственно мы покажем что у нас много слоев краски то есть металл сверху краска оранжевая вот эта красноватая сверху краска белая и соответственно мы эти слои будем потихонечку иногда стирать представляем себе как бы это происходило с реальной вещью то есть те уголки какие-то вот какие-то острые выступающие они вы все естественно обстукались обязательно обдолбились и скорее всего там бы краски или не было вовсе или или было мало поэтому вот так вот подсвечиваем ЭДЖИ и сразу ребра считываются очень хорошо при таком подходе это можно делать практически везде особенно пока можно не усердствовать просто наметить как бы как это будет выглядеть и издалека посматривать на этом этапе уже можно конечно от репа отступать потому что у нас немножко и стиль другой получается и все-таки medium другой то есть концепт в 2d вы работаете в 3d поэтому естественно не бойтесь отступать от концепта думаете своей головой что ходит что не подходит что работает что не работает александр можно вопрос да вот ты сейчас рисуешь прям по маске внутри маски правильно да то есть это говоришь по поводу недеструктивного подхода то есть но в маску можно добавить слой paint и рисовать в нем чтобы идея испортить изначальный рисунок и потом откатиться можно было какой рисунок изначально ну то есть это тоже слой paint по сути то есть маска это и есть свой парень не совсем не имею ввиду что если правой кнопкой мыши кликнуть по маске самой там у тебя появится модификатор который ты можешь добавить маски вот там есть это paint таким образом то есть ты как бы добавляешь еще один под уровень маски на к по которым ты можешь рисовать а потом также ты сможешь его там отключить или добавить еще что-то и ну по сути слой на слой добавляешь то есть у тебя там будет ну два слоя с такими же наложениями точно такие другие слои да я понял наверное именно в случае вот с этим слоем с этой папкой я не вижу в этом большого смысла но мы мысль интересная мысль я понял спасибо я думаю что может быть на каком-то другом это пригодится а именно вот здесь сейчас наверно наверно нет тогда хорошо спасибо так ну и вот какие то можно чуть-чуть скруглить уголки посматривайте издалека теперь в принципе мы можем то же самое провернуть с оранжевой краской или начать потихонечку высветлять все границы тоже имеет место быть границы я думаю что мы высветлять будем тоже color dodge хороший такой режим наложения удобный который приятно высветляет все что под него попадает так или металл разберемся давайте попробуем делаем светлый цвет делаем color dodge потом если что цвет мы подправим накидываем маску и начинает потихонечку высветлять границы не бойтесь если линия получается дерганая ломаная я это делаю вот квадратной кисточкой соответственно даже нарочито чтобы появлялись какие-то вот такие углы линии дополнительные мне это все нравится мне кажется что это смотрится приятно так вот кстати краску мы белую не цепляем это значит нам надо переехать выше и вообще из папки уйти наверно да да наверно ну вот так разделами там разберемся просто вот вы все краешки то есть внутренние углы вы не высветляете скорее всего там бы ничего не обстукалась блоки бы не высветлились поэтому там можно не трогать понимать что проф деформация все равно несмотря на то что ты делаешь фонд-пэйнт он у тебя кайпер кэш совсем в классическом варианте чем я занимаюсь поэтому естественно никаких вопросов я имею ввиду что в принципе то есть просто такой момент 10 назад сказал что не бойтесь добавлять какие-то изменения там отступать вот концепта тут на самом деле опять же все очень сильно зависит от артида потому что у меня был случай на предыдущем месте работы когда в одном концепте я позволил себе немножко добавить вольности мне сказали переделывать следующая же модель когда сделал все по концепту не сказали на но это мне не как-то добавь сделай вот как-то быть поживее а как черт его знает и вот вижу думаешь к сожалению я бы рад ответить что арт лит всегда прав конечно это не так я не всегда прав я часто не знаю сам как надо очень часто так бывает что у тебя тоже у самого всех ответов нету а тебе надо дать фидбэк надо дать задание надо понять что стоит делать что делать не стоит и поэтому пока не увидишь первый вариант тяжело понять что подойдет а что нет так очень часто бывает что да только после появления первого варианта когда художник уже потратил силы и время ты такой надо было это решить по другому я это вижу только сейчас хорошо если арт лит хороший если он об этом открыто скажет скажешь ты знаешь вот я сейчас смотрю и понял что наверное надо было по-другому а я не говорю чтоб плохой арт литом на проекте но просто теоретизирую что хорошо когда арт лиды на мой вкус хорошо я не знаю как правильно откровенно и со своими коллегами мне кажется что это полезно и правильно быть откровенным и да естественно то есть я делаю каждому я должен отметить что и довольно казуальный референс естественно кто-то с другим стаком навыков сделала этого по скульпту триплей пушку для какой-нибудь destiny вообще без проблем да и но это просто не то чем я занимаюсь поэтому я буду делать пока что вот так если что это было не предъяву я так просто чисто не оправдывает объясняю потому что люди будут и может и в ютубе кто-то посмотрит и я не знаю просто откуда люди зайдут и уже видели предыдущие там три стрима и знают например чем я занимаюсь или подобного не знают а я ничего и ничего и делал поэтому поэтому вот мы просто все уголки потихонечку высветляем а потом посмотрим если они будут слишком шуметь я их буду подчищать сейчас я думаю что они может быть чуть-чуть излишне шумят но посмотрим пока что детали очень мало и поэтому они просто на себя тянут очень много внимания может быть их надо будет например чуть-чуть потоньше сделать голос не пропадает пока substance painter просчитывает слой нормально вроде нет нормально хорошо не все начало казаться на прошлых стримах что вот у этого шумоподавление как будто какие-то ошибки накапливаются то есть сначала начинаешь нормально а потом время проходит и и начинаются проблемы посмотрим но у дескордовского крис по те же самые проблемы до типа он работает первое время плюс-минус адекватно потом начинает подлагивать зажавловать я тогда первый стрим вообще проводил у меня было включить то и другое результат был конечно ужасающий голос ужасно записался но на некоторых стримах как будто получше предыдущий вот стрим вообще записался без шумоподавления там и мультики были у ребенка на фоне и все одно зато все слова были на месте и голос как-то звучит естественнее нету шума как будто в голос ну шумодав тоже можно как-то настраивать дополнительно но это заморачиваться да наверно или или надо избавиться от семьи ради стрима конечно она толстой вот кое-какие граньки высветлили сейчас надо понять как будет выглядеть металл который будет где-то на сколах уже желтой краски то есть у нас как бы вот послойно получается белая краска желтая краска мне сейчас не очень нравится что градиент слишком острый на красный я думаю что я его немножечко покинул слишком контрастный получился ну да гипер-кажел наверно наверно ты прав но это то что я делаю так но я просто смотрю на этот пистолет и у меня подкорки всплывает твой корабль который ты делал на такой конкурс вот и в общем вот если бы пилот оттуда вышел то табельное оружие у него было бы ему таким наверно ты прав ну слушай часто я начинаю естественно рефлексировать что я иногда работаю как опять же английское выражение есть прекрасная one trick pony то есть пони которая знает только один трюк и его выполняет поэтому может быть так посмотрим как пойдет посмотрим как пойдет то есть я говорю в хэндпэйнте мне в принципе гораздо менее комфортно и поэтому если бы я сейчас еще и стиль какой-то другой выбирал я думаю что я бы просто на стриме этого не вывез решить и попробовать где-то сделать металл чтобы проглядывал так металл мы делаем самым нижним слоем правильно правильно соответственно мы можем на принять добавить общую маску не то сделал белую маску на добавить белую маску а здесь мы можем сделать металл не знаю пригодится нет мы посмотрим процесс так ант свет на голубой давайте попробуем где-то и подкраску слушай мне вот еще вопрос по поводу цветов вообще пусть это значит скорее из теории цвета если ты сейчас откроешь color picker то условно говоря его можно разбить на 4 3 уголь на 4 квадрата то есть левый верхний правый верхний левый нижний правый нижний так вот мой собственно первый арт лид говорил что для хэнд пейнта строго-настрого запрещается брать цвета из левого нижнего квадрата прокомментировать посмотрим так из левого нижнего вот это да да я бы предположил что правый верхний наверное запрещено может быть потому что там цвета конечно лютые то есть сейчас посмотрим где у меня то есть у меня близко конечно к этому подбирается да это настолько ярко насколько я обычно могу то есть если взять какой-нибудь зеленый уйти в правый верх это конечно больно то есть так можно только покрасить наверное жилет дорожного работника это не то есть я бы еще предположил что да вот какая то вот эта зона она очень опасно не надо быть очень аккуратней а вот тут ненасыщенные темноватые тона мне кажется ничего них такого опасного вредного нету не могу сказать что у меня есть какое-то такое правило по этому поводу просто типа смотрю на модель смотрю как получается вот мы же сделали хорошим цветом теперь даже если я где-то краску сотру получится что это же все равно подсвечены как следует я пока не знаю естественно где стоит сдирать где не стоит посмотрим но пока где-то вот нанесу небольшие повреждения может вообще потом от этого избавлюсь я пока вообще не уверен стоит так металл решать или не стоит может быть это будет слишком мелко так теперь мы можем сейчас еще наверное несколько сделаю таких участков и мы можем добавить слой для общих каких-то деталей вроде там болтиков и вот такого всего прочего поверх всего мы его сделаем самым верхним слоем и с режимом наложения мультипла я думаю так и теперь если вот например мы не захотим где-нибудь здесь какой-нибудь болтик сделать или что-нибудь вроде того мы можем переключиться на другую кисточку и что-то вот такое напоминает нам понадобится так и давайте смотреть где это у нас может быть тут 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 то есть по идее такие вещи можно было бы естественно решать с пультом но мне нравится вот такая стилистика мне нравится когда отчетливо виден хантплейнт это то что я умею делать относительно быстро то есть со скульптом я не знаю сколько бы у меня заняла эта модель я уверен что я бы наверно нафиг заскучал как обычно это бывает и бросил модель может быть отчасти поэтому я выбираю казуальные стили потому что я это могу закончить в какой-то осязаемый период времени пусть я модельку сделать сегодня перед стримом до сейчас я вот это все быстренько покрашу и закончу и больше к ней возвращаться не буду спасибо еще раз за ход кей x работает как магия краски потом надо будет естественно добавлять объемом так а сейчас мы сделаем вот эту линию я надо сделать постараться хотя бы относительно прямой но все равно да мы все делаем руками поэтому не переживать если линия будет чуть-чуть дрожать это если модель а если основу линии задачи shift там по-моему в сообщи тоже ведь как и в фотошоп можно через шифты в ровной линии искать да если кликнуть курсором в конкретном месте потом зажать shift и кликнуть в каком-то другом месте проведется ровная линия соединяющие эти две точки да действительно проводится но можно просто базу задать для этой линии как раз через shift а потом уже поверх подрисовать пожалуй наверно можно и повыше и edge highlight вы можете в принципе использовать для добавления подобным вещам объема то есть я сейчас вдаваться в эти детали не буду но на будущее то есть вот как будто бы это все чуть-чуть выбирает вот так вот аккуратненько него только одно непонятно вопрос почему какие технические элементы как по прямой линии вот здесь они в рисовываться на ручную то есть как то не кежевин именно технический элемент они уже ручной созданной как должен быть а я понимаю такая стилистика то есть я все делаю руками все линии провожу руками и на модели это будет естественно видно то есть если бы я сейчас вот эти лет же сделал кровать то есть целиком всю эту модель можно и рисуется вручную потому что иначе получается просто юристичная модель вот я имею ввиду про вот тут черную линию что выводили почему ее нельзя было прям прямой сделать это же технический элемент вот эти кружочки тоже можно было бы сделать и много много еще других элементов можно было бы сделать другими техническими инструментами получить совершенно другой результат просто стилизация просто стилизация то есть вот буквально на прошлом стриме мы рассматривали референсы какого-то китайского художника который тоже очевидно прям все делает руками естественно там видно что в модели в колочено сотни часов или две сотни часов но тем не менее все руками просто такая стилистика то есть я не говорю что это правильно и это дить абсолютно точно не единственно верный вариант действий просто это как делаю я чтобы всю модель выдержать в единой стилистике чтобы те элементы которые я нарисовал руками кривоватые не конфликтовали с теми элементами которые нарисовала машина идеально поэтому 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 я делаю это руками но естественно момент когда трясущиеся алкоголизма руки становятся под спорим в твоем деле главное же правильно это подать не бака фича да не бака фича именно тогда поэтому естественно можно это делать абсолютно как угодно как вам нравится и все сработает все получится то есть у всех особенно в случае с хэндпэйнтом поэтому я и говорю я не понимаю как люди например учат пейнту то есть я просто просто крашу меня меня никто этому не учил у меня практически не было коммерческих заданий по хэндпэйнту это то как я сделал несколько моделей то мне в принципе результат нравится в общем и целом но поэтому я начал с дисклеймера что это самый наименее комфортный для меня будет стрим и наименее комфортный стиль просто потому что у меня мало потому что уже и вон ребята сколько всего на подсказы столько всего на подсказывали что это говорит о том что я технически в этом плане мало подходит поэтому я и начал что если вы может быть сами новичок или хотите впервые попробовать может быть вам это будет полезно кто-то кто работает собственности чтобы зарабатывать на хлеб скорее всего моему сглубе сейчас посмеялся но то что я делаю то есть она вся будет такая немножко мята лоупольная и очевидно сделано от руки и мне кажется для хэндпэйнта это хороший верный выбор для моего уровня то есть опять же наверно у меня есть одна моделька которую я сделал в достаточно замороченным стиле и очень долго я над ней работал но над ней работал 4 недели над одной моделью сейчас я сделаю какой-то результат за стрим сколько он у нас будет длиться я не знаю пару часов наверно да то есть еще естественно есть вопрос просто времени и ограничение по времени что надо это модельку сказать сделать на стриме по казуальной графики тоже модель естественно оставляет желать лучшего там я вижу очень много места где можно было сделать гораздо 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 лук но просто ограничение по времени так я думаю что теперь можно добавить хайлайты на металле как мы сделаем металл я пока не думал это надо подумать вот еще такой вопрос вот скажем так для проверки своего навыка как он растет ты возвращаешься к своим старым работам чтобы ну например сделать реворка какой-нибудь работа который там делал условно этом пару лет назад чисто чтобы посмотреть вот сколько у тебя слюха выросла нет ни разу такими не занимался как-то не знаю честно говоря мне кажется что всегда лучше сделать одну новую модель чем поправить одну старую мне кажется это интереснее но может быть я видел какой-то челлен челлен что же есть по моему ребята делают что типа тот же самый рисунок 10 лет спустя я такого ни разу не делал так нам нужны хайлайты для для металла еще и слушай вот смотрим ты рисуешь масками но в принципе я например пользуюсь той же методикой слояк ты пользуешься слоями не заливочными а именно просто для обычного нанесения цветов а по позже позже то есть сейчас я буду стараться естественно максимально все именно такими слоями делать чтобы вот например захотел дать красный цвет подвигать чуть-чуть подвигал его но на каком-то этапе конечно да конечно но не начнут появляться слои просто для рисования и просто кисточка начинаешь рисовать потом опять же может быть это из-за недостатка опыта я нахожу крайне сложно ими потом манипулировать то есть если тебе нужно что-то с этим слоем сделать мне уже это все неудобно максимально поэтому я стараюсь их использовать просто по минимуму и больше полагаться на маски 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 генераторы там и все такое прочее так вот здесь уже видно форму плоховато поэтому надо будет в материале попробовать сокрасить а хотя наверно здесь лучше круглая кисточка подойдет да наверно шкуп на не знаю как лучше красить рискал или и реально хотел бы я наверное чтобы вот у меня была возможность какой-нибудь модель в таком стиле взять и попилить вот там несколько недель спокойные поделать в том чего порисовать и что-то получить вот уровня хороших красивых он пейнтовых игр но к сожалению ни разу у меня такой возможности не было таким заняться красить мне нравится больше чем скульптить то есть вы скульптить несколько недель я бы точно не смог я бы с ума сошел не не очень в принципе нравится процесс скульптинга меня он не прикалывает и скульптинг использую чаще всего просто для поиска формы для поиска объема то есть я в блендере могу что-то соскульптить в течение получаса просто чтобы понять как вот изгиб формы там у дерева я не знаю ты ли у какого-то пропса потому что естественно понимать объемы на скульпте проще и пластику выставлять проще но в скульпте детальки или что-то такое я бы не справился это точно не моя чашка чая поэтому я и работаю чаще всего вот без скульпта просто потому что не очень люблю скульпт слушай ты можешь что-нибудь порекомендовать именно игровые какие-то закончены проекты с хорошим хорошими текстурами что-нибудь такое что можно посидеть по разглядам ну очевидно наверное все что делает blizzard само собой то есть world of warcraft это недостижимый идеал хэндпэйнта у них там тысячи человек лучших в индустрии не аутрирую конечно просто очень много людей которые это делают и они могут себе позволить чуть-чуть очень вырезанный визуал то есть независимо от того как вы относитесь к игровому проекту игре но визуал там совершенно бомбезно космически невероятно недостижимы а так я тоже не уверен из-за того что я сам играю в основном в индюшатин разного рода я очень люблю инди я люблю небольшие проекты от небольших команд у них обычно просто нету ресурсов чтобы делать контент потому что это дорого то есть любой стиль который включает в себя много-много ручного труда будь то скажите мне скульптинг или хэндпэйнт это очень дорого для студии маленькие студии крайне редкости такое позволяет поэтому большинство маленьких инди игр они все сделаны в какой-то серьезнейшей стилизации потому что это экономит время то есть естественно пиксель артового маленького героя сделать гораздо проще чем его скульптинг и дешевле поэтому большинство делают именно так поэтому давай я даже так и не скажу совершенно ты упоминал недавно до 100 который вот недавно вышла тоже да вот она вроде бы как хэндпэйнт я думаю что да да там очень приятный прописан там есть скульпт но очень приятненько согласен окно я продолжаю просто высветлять edge то есть где-то потолще где-то потоньше там где переход геометрии не очень сильный да где угол не очень острый потоньше где угол поострее побольше на пересечениях можно даже делать вот как и небольшие засветы как крестиком я думаю что потом я добавлю еще один оттенок еще более светлый и пройдусь по второму разу все народу много на стриме происходит ну так человек 15 а когда у нас было много на на моделинге на когда вот создание казуальной модели с нуля там максималка было 37 человек хороший стрим получился хорошо прошел и результатами принципе остался или на мере доволен конечно еще бы там часа три-четыре и попилить эту модель и было очень классно но кстати не все знают вот под записью стрима где алекс создавал модель там теперь лежит ссылочка на скачивание блэнд файла этой модельки можно покрутить посмотреть что одно может быть поменять доделать вот доделайте мою модель пожалуйста кто-нибудь теперь я сделаю еще более яркий цвет и кое-где намечу пока очень аккуратно но то может это будет пищу поярче и сейчас какие-то там царапинки детали естественно стараемся не увлекаться сначала общие цвета выбрать посмотреть чтобы все читалось работал вот я сейчас меньше всего уверен насчет вот этих металлического в такое ощущение что они больше шумят чем что-то добавляют может быть я от них оставлю только вот белую краску смотрим так и нам нужны хорошие хайлайты на дуле так мы добавляем тоже когда вы пытаетесь передать металл альбедо то есть только карта альбедо без металлика без раф нас и без всего прочего есть характерные черты у металлы одна из них это естественно очень высокий контраст на бликах и на edge то есть у споворотки например его боковая сторона и edge могут различаться почти как черные и белые то есть очень очень высокий контраст можно давать и так передавать только через альбедо что это все таки объект металлический но потом естественно какие-то детали будем добавлять на все эти вещи скорее всего я еще добавлю небольшой как бы свет сверху то есть горизонтальные поверхности еще сильнее высветлю посмотрим ну естественно там потом всякие царапинки вмятинки детали вот эти все надписи вот это вообще самая самая веселая часть вот такие всякие штуки добавлять бегаем и почти белый я думаю очень яркий ну да получается что пока что у меня спасные слои заливки и маски-маски-маски-маски многочисленные мне кажется что так работает достаточно удобно вот это очень удобно вот это вообще Продолжение следует... Продолжение следует... Поярче... Найти хорошее положение... Просто чтобы поприятнее в процессе работы над моделькой было смотреть на модель. Я думаю, что у меня будут какие-то проблемы с рукояткой. Скорее всего, ее надо будет чем-то заполнять. И в этом стиле это будет сложно сделать. Какую-то сеточку ребристую, какие-то детали. Потому что иначе она получится просто очень пустая. Может быть, я на ней сделаю какой-то орнамент, еще что-то. Не знаю. Слушай, еще такой вопросик. Вот ты выбирал environment map. И соответственно, вот эти все стандартные, которые в Buffalo Street и так далее, они идут изначально с очень искаженным светом. То есть, одна там она, грубо говоря, в пустыне, другая в лесу. Может быть, для конпейнта стоит выбирать более нейтральную какую-то HD-райку, чтобы меньше искажался свет от HD-райка? Или это для конпейнта не очень важно? Типа, это не так сильно заметно, как на PBR материалах? Нет, это хороший комментарий. Да, наверное, это действительно так. Просто я большинство времени покраски все равно провожу в Base Color. Поэтому, как бы, шейдинг я иногда включаю, просто чтобы оглядеть модель. И я думаю, что я... То есть, рендерить я тоже буду в ненейтральном рендерии. Я почти никогда не рендерю просто там, типа, белый источник света, как в фотостудии. У меня почти всегда там свет теплый, тени холодные, там, еще что-то. То есть, меня не смущает, что environment дает цвет, потому что я цвет тоже буду давать модели, скорее всего. Так, я вот сейчас хочу посмотреть, может быть, с металлом зря. Да, как будто бы он только грязи добавляет. Не знаю. Или пока оставить. Что скажете? Без металла, правда, как-то немножко получше смотрится. Или надо будет его оставить только вот буквально кое-кое-где. А вот, во всяком случае, вот здесь он точно везде лишний. Наверное, я его чуть-чуть сейчас покрашу. Кисточка. Буквально вот в паре моментов поставим. Как будто удар был. Да. Да, почище стало. Приятно. Так, ну вот сейчас уже можно чуть-чуть каких-то снова добавить деталей. Еще что-то подсветить. Добавить. Так, это у нас... Хорошо, что начали в 7. Предполагаю, что из-за непривычности техники для меня, у меня это займет очень внушительно временно. Опять же, зато руку набьете, пока пытаетесь прямую линию провести. Чуть-чуть будет более уверенная линия когда-нибудь со временем. Что не все полагаться на машину. И везде, где вы добавляете нарисованную на альбедо как будто углубление, да, то есть все эти болтики всегда обязательно стоит давать рядом подсвет. Только выбирайте направление света консистентное. То есть, например, у меня все вот эти искусственные углубления и вот цветы будут, соответственно, сверху вниз и слева направо. То есть, чтобы на каком-то этапе вы его так вот, хоп, сверху не добавили, потому что все сразу собьется и выглядит это странно. То есть, как будто вы рисуете свет руками. Так, ну и можно. Я ждал этого болтика 15 минут. Пожалуйста. Болтики, всякие такие штуки, детальки прикольно нарисовать. Нарисовать это такой очень приятный процесс. Я люблю этот этап работы. Опять же, вот я говорю, то есть для меня у handpaint есть вот этот момент, когда ты рисуешь, а выглядит как говно. Но его надо переломаться, подождать и потихонечку начнет модель вырисовываться и что-то начнет получаться. Почти всегда. Когда-то, наверное, может и не получится, но... Геометрии у меня здесь немного. Конечно, там вот эти всякие детальки можно было геометрии отбить, но... Я решил таким образом их решить. Сейчас прямую линию будем пытаться провести. Главное, как в детстве, не начать язык рисовывать, когда пытаешься прямую линию провести. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Белой краски можно уже начинать добавлять, наверное, объема потихоньку, чуть-чуть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... обычно естественно модели за два часа не делаются но чем можно например делаются джема даже за меньшее время на джема но джема это такой стресс что она так долго не проработаешь я лично после джема обычно отдыхаю пару дней просто потому что это вообще в джемах участвуешь и если да то как часто и с какой командой тебе не удастся его заарканить даже не думай он мой из-за того что я работаю быстро носительно я люблю джема потому что это то в чем я чувствую себя комфортно до быстро работать я устаю в итоге потому что все вот этом не досыпаешь все такое но да я люблю джема я участвую каждый год нескольких начал наверное пару лет назад плюс-минус я участвовал в глоб естественно я участвовал в джем теперь это такой youtube канал вы его наверное знаете кто хочет в геймдев очень здорово рассказывают про геймдизайн про разные особенности и я пробовал участвовать с коллегами из компании мне не понравилось с коллегами потому что я так во первых с ними работаю сколько можно и принципе то есть с коллегой можно и поссориться на геймдзем потому что геймдзем это стресс а с рандомами мне нравится то есть сейчас почти все геймдземы подразумевает какой-то поиск команды сходу что gmtk что глобал геймдзем у них сейчас есть свои механизмы поиска команды и так так приятнее то есть просто с людьми с которыми ты никогда раньше не разговаривал и которых ты никогда потом больше не увидел дать можно им порогать и это тоже и это тоже да ну естественно в принципе как бы опыт того что что вы с абсолютно незнакомыми людьми договоритесь найдете общий язык придете к каким-то общим ориентиром это это хороший опыт это работа в команде это не только ваши навыки как художника например но это еще и софтовые скиллы то есть как вы коммуницируете с другими ребятами поэтому мне кажется что с рандомами веселее потому что иногда попадают совершенно сумасшедшие люди а иногда на геймдзем люди как он начинает вместе работать и начинают делать игры такое тоже происходит если вы будете все время набирать туда друзяшек этого может не произойти так как я сделал ханду по тема продаем и тогда такой вопрос вот ты когда участвовал у вас всегда получалось что-то хорошее или а чего это зависит то есть зависит ли полностью от команды от процесса руководства командой то есть а чего зависит получится ли игра на джеме или нет то есть вот какие советы ты можешь допустим дать ребятам которые хотят попробовать поджимить топ и вот на своем опыте можно сказать потому как может джем пройти лучше если допустим чего-то придерживаться или чего-то не придерживаться какие-то советы есть то есть как сделать так чтобы в итоге что-то получилось более-менее адекватно есть какие-то да я думаю что самый главный бич всех геймджемов это люди замахиваются на сделаем ведьмака за три дня я естественно утрирую но вот самую простую идею которую вы можете себе придумать вот делите ее на 2 на 5 эти вот этот вот эту фракцию делайте маленькую то есть всегда самая большая беда это что просто не заканчивают проект и просто потому что очень мало времени геймджем проходит очень быстро заканчивается очень быстро и у вас просто может вам не хватить времени и в итоге это неплохо то есть это нормально не заканчивать проект на геймджеме и и не скончь это типичная совершенно ситуация но если вы хотите то до берите что-то очень-очень маленькая очень простенькая максимально и расслабьтесь на слабость то есть надо все равно получить удовольствие надо повеселиться надо хорошо провести время то есть не надо к этому относиться как к работе отнеситесь к этому как развлечению и тогда возможно все пройдет лучше ну и если вы все-таки хотите прям естественно результата какого-то то не рассусоливайте то есть начинайте быстро быстро работать и прототипировать то есть только тему сказали только вы договорились вообще какую игру вы делаете начинаете фигачить и все то есть не тратите время на поиски и изыски и работайте в комфортной для вас техники вот это кстати да это очень важно то есть на геймджеме у вас не будет ни времени невозможно что-то выучить новое для себя вы всегда делаете в 3d тут на геймджеме вы а я буду скорее всего вы его не сделаете просто не успеете поэтому трезво оценивайте свои силы а вообще я всем рекомендую геймджем это страшно весело участвовать здорово хотя бы пару-тройку раз стоит попробовать скорее всего в первый раз поможет не понравится это нормально потому что вы еще не будете знать что происходит как это устроено как это работает а вот в на 2 на 3 начать какое-то удовольствие ну и да все равно может кому-то прийти идея классно можно потом из этого сделать как законченный проект у меня такого опыта не было но в принципе таких историй не то что немало их очень много когда люди на джеме находили какую-то задумку и и потом просто заканчивали ее через там год-два или месяц-два у кого естественно какого размера проект наверно самый значимый это баба из ю есть такая игра головоломка она достаточно популярны достаточно успешно она выросла из геймджема и таких очень много которые выросли из геймджемов потому что геймджем естественно побуждают к незамутненному творчеству где вы что-то пробуете очень быстро и весело спасибо да очень полезно это еще из таких довольно известных игр которые выросли с геймджема насколько я знаю это допустим тот же самый суперход и брофорс тоже про брофорс не знала суперход да тут же из геймджема ну сейчас это такое массовое движение то есть и геймджемов проводится очень и очень много они все год от года все жирнее и жирнее и все больше и больше людей у них участвуют поэтому чем не подсуетиться то есть это вы ничего не теряйте крайнем случае естественно всегда можно прыгнуть это некрасиво для команды но если тонну или коммуникация не идет еще что-то вы можете просто ну уйти в тину а слушай еще тогда такой вопрос а геймджемы бывают достаточно разные по длительности то есть бывают там 72 часа бывают две недели бывают месяц вот ты как считаешь какие геймджемы самые ну самые адекватные по время затратам и то есть в каких лучше участвовать по длительности но прежде 72 часа это хороший хороший промежуток я не представляю что можно выжать из 24 часов и я не понимаю когда джем очень длинный то есть есть какие-то онлайн джима по две-три недели например то есть но в чем он прикол я не понимаю мне кажется это уже теряет вообще сам сам смысл что это геймджем но всякие есть мне кажется вот и когда 72 часа или что вроде такого это хороший промежуток времени так ну что потихонечку потихонечку вырисовывается ну и да то есть кто ребята кто хочет попасть в индустрию естественно джим здесь обязательно джим здесь это прекрасная возможность вообще понять как это работает встретиться с кем-то из индустрии а и даже может быть хорошо если себя проявите кто-нибудь вам потом сообщение напишет а когда ты планируешь участвовать следующий раз джиме и может ли с тобой закала в одну команду да конечно конечно не всегда есть возможности на двух художников в одной теме я сразу предупрежу но не знаю наверное следующий global game джим когда он будет прошлый был зимой джим теке и уже прошел global был давно не просто давно был да вот я участвовал и я глобал game jam я участвовала которая феврале был я не знаю после верного нет я думаю что нет он один раз в год я участвую в его как бы фракции то есть global game jam большой я участвую финиш гейм ну то есть финский game jam он проходит в то же время на ту же самую тематику но ребята из работе пишут воскресенье вечером вот но туда в смысле мне обязательно быть финляндии чтобы в нем участвовать если вы нашли там команду вы можете быть откуда угодно абсолютно без проблем он вообще был физический и это было очень классно мы ходили в офис unity в здесь в хельсинки есть офис unity большущего не целый этаж шаг в шикарном офисном здании там всякие мишки и нам надавали всякие там мелки фляжка unity брелки всякие ну короче мерч всякий мерч и там еда бесплатные всякое такое вообще прикольно конечно физически было в этом участвовать сейчас об этом не приходится даже и мечтать но онлайн тоже неплохо поэтому да конечно конечно сразу потому что если не смотрю кто что говорит к сожалению извините у меня в личку черкни чтобы у меня остался контакт у меня к сожалению со вторым монитором какая-то фигня с планшетом я не могу адекватно настроить рабочую область планшета когда у меня подключены два монитора и поэтому я сейчас об этом вспомнил незадолго до стрима и просто выдернул второй монитор чтобы не разбираться с этой проблемой сейчас поэтому не без суть я сейчас просто не вижу кто что говорит взяла за вербовал да так успел попросил янца да благодарю ну давай у грифона получил за их бывать лучше поэтому да game jam это весело всем рекомендую так вот я не то делаю не тот слой я тоже вопрос таким джиму достойте если ты знаешь что довольно медленно надо просто рассчитывать свои силы то есть вообще game jam это очень очень демократичная вещь а туда идут люди которые никогда ничего не рисовать ничего вообще в сфере не представляют которые работают только на бумаге например да и что-то такое туда идут люди которые вообще не будут делать компьютер делать настолку это физическую то есть это просто для вас это не для кого-то вы это делаете то есть там нету каких-то там требований у меня могут быть какие-то до пожелания мои личные но именно требований там ни у кого никаких нет поэтому париться по этому поводу не стоит и каждый дает команде то что может дать то есть если медленно работаете может быть вы сделаете одну модель до главного персонажа хорошую красивую одну или там не персонажи что там у вас естественно будет за игра поэтому так я разговариваете теряя поэтому да не парьтесь участвовать могут все и все чуть чего-нибудь да сделают пусть немного и нас спасибо слушай еще тогда вопрос по модельке вот касательно того что говорил по поводу симметрии а вот у тебя сейчас допустим видно да вот эти аджи хайлайтовый ну видно что они симметричные ты будешь потом вручную да как-то одну сторону перед перекрашивать немножко чтобы это не было так может быть может мне замеров но просто это вопрос касательно того что играл про паттерн и вот я сейчас вижу допустим на ручке ну читается да что это мир вот вышли ты это переделать и нужно ли это переделывать то есть это просто вопрос или не стоит заморачиваться типа прошу прощения как это можно исправить если у тебя а на это не вышка симметричная смену просто может это симметрия включена было не начать она все равно то есть вот например это это верное замечание смотрите вот здесь видно точно а вот здесь вроде не так уж сильно заметно потому что линии попроще то есть это верное замечание здесь из-за того получился чуть более уникальный паттерн даст какими-то вот этими крестиками там на пересечении линия очень кривая получилось из-за этого эту симметричность стало видно гораздо сильнее поэтому нет это очень верное замечание потом а именно перекрасить вторую сторону никак не выйдет единственное что вы можете сделать в этом случае это геометрия что-то подвигать сделать не симметричную диаметрию какой то есть добавить сюда какой-нибудь там я не знаю дополнительный болтик поверх или еще что то есть спрятать этот сим несимметричной геометрии ну и какие-то вот такие хитрости да но в принципе естественно и 9 почти все зеркальное в той или иной мере все к этому больше или менее готовы поэтому я бы прям волноваться по этому поводу не не стал но где вот прям вы видите что вы косикнули стоит это поправить старайтесь поправить но тут еще такой момент есть если как бы пистолет у нас явно стилизован если это не какой-нибудь тарков с его гампорно то в этой симметрии тоже ничего плохого потому что как правило игрок если случае там от 1 3 лица он все равно будет видеть только одну какую-то сторону пистолета если нету возможности прям взять и покрутить посмотреть да ну опять же если это прям гампорно там наоборот симметрия четкая в том плане что там идеальные выверенные линии там они к там пибиа все все металлическое блестящее красивое то есть там так и надо поэтому до сезоне так мы говорим о стерилизация если это что-то под реалистик то там те же сколом то есть текстуры там с диаметрия там должна быть если предполагается асимметричных деталей то геометрия до симметрия текстуру текстура делаются максимально разнообразно чтобы ну да для call of duty я не моделил поэтому сказать не могу но мне представляется что наверняка там все равно по большей части оружие симметрично может какие-то вещи которые прям смотрят тебе в камеру да вот это вот все наверное наверное да наверное что там разнообразно не знаю что скажу я только знаю что они сейчас на это очень сильно не жалеют ресурсов дату пушки в call of duty могут быть уже в смысле в движке по 50 60 тысяч полигонов и по 2 2к или там 4к текстурных карты то есть прям потому что надо показывать крупно красиво поэтому если вы хотите позаниматься ган порно естественно не занимайтесь тем чем я сейчас занимаюсь и просто видимо порно занимаюсь без ган 100 естественно давайте много геометрии много текстур то есть я делаю стилизацию нам делайте на эту скидку а такой вопрос а способ с 2 и вине подойдет на которой маска накладывается с повреждениями или еще чем-нибудь я бы изначально просто эту эту часть сделал несимметричной в ювишке то есть я бы целиком модель зазеркалил боковушки а вот вот эти вот вещи которые смотрели бы прямо в камеру я бы их просто сделал уникальными и все и раскрасил бы их соответственно тоже уникально поэтому мне кажется тут как бы велосипед изобретать не нужно просто то что не должно быть зеркальным просто не делайте это зеркально мне кажется так еще наверное есть вы нас какими-то декалями да то есть если вы поверх геометрию наложите там можно в нормале царапинки еще что-то и спрятки эту зеркальность но это все тоже уже танцы с бубном наверно не стоит так ну что ну вот сейчас естественно краска выглядит немножко скучновато мы потом будем уже в режиме покраски какие-то и добавлять там пятна какие-то помарки чтобы она поинтереснее выглядела сейчас она все очень ровно и ручка ручка очень ровно и по сути на ней столько есть хайлайты и вот немножко высветлил общую форму чтобы ей больше объема задать он сейчас посмотрим что мы с этим будем делать так можно уже в принципе набросать цифры вот эти чтобы понять как он в композиции ну вот то есть вот эти бы цифры могли быть вопросу о палитре да где-то вот здесь вот верхнем краю палитры то мне кажется все уже слишком 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 я вот дотуда прям в краю все равно никогда не дохожу потому что мне кажется что это все пересчур чересчур ядрена окно и вот это вообще кто-то там видимо очевидно нацарапал маркером или чем-то вроде того поэтому можете как-то это прям прям от руки это написать сейчас я естественно сделаю несколько попыток чтобы это все выглядело естественно насколько это возможно тоже вот так с пересечением с небольшим лучше а кстати вопрос вот ты используешь ли какие-то кисти в собственности когда пишешь текст например или ты сейчас стандартной кисточкой это пишешь а потом как-то через маску будешь немного и приводить к такому виду или просто там есть допустим такая кисть типа гранжевый еще и какое-то то есть а он каких-то я понял то есть сейчас естественно можно было бы начать вводить турки но они максимально тут же начинают выбиваться из стилистики потому что у них микро детали то есть уровень детали он есть не вашим геометрии в вашей текстуре но он естественно есть и а кисточка то есть вот у этой кисточки вот это минимальный размер детали то есть я могу ее сделать совсем уже тоненькой но я почти нигде этого не делаю только на edge кое-где но все равно это не настолько мелкий как вот эти вот крохотные размером в один пиксель ворсинки просто они сразу выбиваются из стилистик потому что другой размер детали если бы у меня здесь были текстур то да конечно текст под текстурами понимаем микроизменения поверхности то есть на сливок да был большинство я делаю круглый просто круглой кисточкой и кстати 2d художники многие тоже начинающие часто начинают сразу скачивать 28 паков кистей всяких разных и начинают пытаться подражать серьезным ребятам которые используют множественные кисти часто это не всегда хорошая идея возможно стоит начать с чего-то попроще и постараться начать получать какой-то результат уже от этого только от круглой кисточки не пытаться сразу использовать очень много частей но многие хорошие серьезные художники и в 2d шки в 3d шки работают очень базовым сетом кистей также как в зебре например большинство начинающих скульпторов могут напечатать себе кучу ольф кучу красивых текстурных кистей и начать ними башить очень быстро до или эти арт браш из которые везде вообще используются конечно хочется и сразу установить сразу начать с ними скульптить потому что результат получается классный но можно добиться почти любых результатов базовым сетом кистей скульпте кто скульптит знает то есть аккуратно просто аккуратно к этому надо подходить так нам может быть можно было бы чуть чуть поблюрить да то есть здесь у нас как будто маркером написали соответственно можно чуть-чуть подмазать как будто макс смазать то есть такие мягкие детали они в принципе могут сработать или например как будто она потекло все немножко вниз это уже мелочи так и там еще что-то нацарапано сейчас тоже нацарапаем а блюром рисуем так Планшет умер, или что-то у меня включилось, нет Собрался, разобрался Там непонятно, что написано, но предположим, что написано Сейчас, может, еще какой-нибудь отсебятины добавим, потому что, наверное, девушкой я рисовать не буду, как-то мне кажется, это неуместно Может быть, я там добавлю какой-нибудь стикер или еще что-нибудь Так, и, наверное, вот здесь бы не прорисовалось Еще, естественно, царапинок, можно сейчас будет добавлять еще чего-то, я не знаю, что мы успеем до того, как мне надо будет закругляться и дочь укладывать, но как-то так Ну да, я думаю, что что-то получится все равно Я думаю, что можно уже добавлять что-то, какой-то вариации для краски Как я это сделаю? Есть несколько вариантов, я думаю, что я это буду тоже делать через Multiply, большую квадратную кисточку и смазывать ее Сейчас попробуем, что получится Сделаем Multiply Сделаем какой-нибудь чуть-чуть оттеночек пожирнее Добавим маску Выберем квадратную кисточку И чуть-чуть Сейчас Позрачность И то есть просто немножко разнообразить оттенок Очень ненавязчиво Просто чтобы было за что зацепиться И я так полагаю, что лучше эти пятна держать в центре Геометрии, потому что ближе к краям все равно геометрия высветляется То есть как будто или пальцами захватали Или просто какие-то пятна и детали Чтобы чуть-чуть было интереснее смотреть на модель Ну вот сразу разнообразнее А теперь я думаю, что мы наверное его подублируем Отчистим маску и сделаем Color Dodge Хорошо Сделаем то же самое Ну-ка Вот Ну вот, чистим маску Добавим таких же пятн, только Можно на Edge И Ты кусок с белой краской будешь добавлять на грани изменения? Сейчас так смотрится Как-то очень выбивающийся из всего сета текстурного Да, я думаю, ты прав Надо, да, будет сейчас добавлять и хайлайты И какие-то еще Там нюансы Да, она сейчас не проработана Как будто ее сверху просто приклеили как стикер Да, да, верное замечание Сейчас будем потихонечку делать Ну то есть вот сейчас модель уже входит понемножку Потихонечку В то состояние, когда уже что-то вырисовывается И смотреть на модель становится чуть-чуть приятнее Но приходится обычно вот прям ждать до этого момента Пока Пока до этого дойдет и очень долго модель смотрится достаточно плохо Где наша белая краска? White paint Shadow gradient Так, мы ей тоже сделаем Так, за что у этой книжки? Так, мы ей тоже сделаем сейчас пятнышки какие-нибудь Тоже, я думаю, мультиплайн тоже какой-нибудь Птеночек Спотс У меня такой вопрос Вот этот белый цвет такой более теплый Делаешь такой с уходом в желтизну А на рефе он не фиолетовый такой Это ты специально такой? Ну, то есть это просто ты сам выбрал или это Какой-то хитрый ход, чтобы потом опачки и все будет как в концепте? Мне хочется сказать, что это хитрый ход, но это естественно просто Мне так нравится И более того боюсь То есть просто Мне показалось, что так выглядит приятнее чуть более теплая оттена Поэтому Наверное Ну, то есть опять же у нас сейчас все слоями То есть мы сейчас в принципе в пару кликов можем это попробовать перевести в комплементарную гамму Да, то есть красный и синий они как бы дополняют друг другу эти оттенки Может это получится хорошо Поэтому давайте еле попробуем Да и все вот собственно Вот часть естественно Non-disruptive workflow То, что режимы наложения и слои заливки И можно Можно Взять и переобуться в воздухе и что-то вот Например Подправить чуть-чуть Может быть так и лучше Может быть контраста больше Во всяком случае, да? Да, контраста больше Попробуем сейчас ставить Хорошее замечание И Посмотреть Как Получится дальше Так, спот составляем Делаем еще один А вот эти вот слои, которые ты сейчас накладывал Что на оранжевую, что на белую часть А ты не хотел попробовать их На них сверху накинуть генератора blur? Так, еще раз На какие слои blur накинуть? Вот которые Сейчас разнообразие сделал Накинуть blur Если можно Контур аргументирую тем, что В стилистике данной текстуры Blur будет выглядеть, мне кажется Неуместно, потому что Все как раз такое Достаточно жесткое Все Эджи Прорисованы жесткими линиями Вот Извините У меня сейчас получается Прям мягкие-мягкие градиенты Это только вот общая заливка Да, идет мягкий переход И вот здесь Я чуть-чуть blur добавил Вообще, мне кажется Что не выбивается Конкретно здесь Но Надо пробовать Я не уверен Я, кстати, даже не уверен Как это сделать технически Поэтому сейчас попробую Хорошо, что У нас На маске Можно добавить Как раз-таки Градиенты Там среди Господи На маске Можно добавить Генератор И среди генераторов Выбрать blur Там как раз есть То есть Чисто посмотреть То есть Там тоже можно Степень blur Поварьировать Может Будет Интересно Может быть Так Значит Например Вот у нас Темные пятна Добавляем Генератор Blur Да? Давайте посмотрим А ему же какой-то Там смотрите Только это не генератор А фильтр По-моему Там Это фильтр А фильтр Да, фильтр Я ксячу Будет А Ему нужно Скормить Не не Просто Выбираешь blur И все И двигаешь И увидишь Ну это на маске Он будет белую Твою Альфу Размывать Вносительно Может быть Что-то и есть Ну Канатов Где-то Будет Более Видно На желтых Хайлайтах Так Вот Добавляем фильтр может быть чуть-чуть не повредит на самом деле может быть в этом и есть как бы меньше акцентируется внимание может это хорошо да наверно можно ну такая достаточно минорная деталь но наверно что-то в этом есть так мне сейчас смущает сильно ручка потому что она очень пустая и что-то у меня нету ответа как ее реализовать в этой стилисти а там кстати болтиков не хватает нужно там наделать целую гору болтиков пока подела те же заляпанности что и на оранжевой и белой части это делал она как раз по и она по идее должно свести это все то есть и да и по стилю сведется вместе и детали добавишь чтобы не так мне нравится рубрика учим арт лиды как правильно работать нет нет я говорю то есть это эксперимент я начал с дисклеймера кто кто не зашел я начал дисклеймера что это не то есть не за это не платят я это люблю но не за это не платит поэтому я не профессионал я очень открыт к предложению мне сегодня уже сэкономили от стрима минут 15 только тем что я переключаю на x и на альт это уже отлично поэтому мнение я вообще открыт к предложению это прям ну эксперимент потому что я этого не делал над этим концептом не работал и в этой стилистика меня всего пара моделей накладок 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 наверное если бы это была накладка я не уверен может цельная полимерная но попробуем сейчас попробуем может и накладки какие-то сообразим сейчас будем экспериментировать и кстати да концепт естественно очень шокальный с одного ракурса там почти ничего не не видно там даже геометрия просто потому что ну там мало что есть поэтому выкручиваем выкручиваем ся а есть возможность повысить качество рефа ну то есть если у тебя в качестве рефа идет картинка какая-то можно повысить ее качество насчет того как именно не совсем уверенно я точно знаю что на этом серваке среди админов есть мороженка и он как как-то этим занимался мороженка это он мороженка это он мороженка это он мороженка это он это частая ошибка когда он меня пригласил на этот сервак я тоже долгое время думал что мороженка это она особенно учитывая что сюда и пошел думал тебя девушка пригласил если надо могу за обскейлить у меня тоже есть прога я думаю что честно говоря если там детали нету если художник не нарисовал то есть просто увеличением количества пикселей на эту без на это без детальное пространство но проблему к сожалению не решит то есть просто художник там не дал эти детали поэтому не думаю что это нужно ну вот опять же да то есть квадратная кисточка очень сильно мне кажется подходит для таких вещей она очень такая с детальками с геометрией она мне очень нравится люблю пользоваться квадратной кисточкой всем рекомендуем так вот тут какой-то паттерн я не знаю коллегинки добавить словно дороге надеюсь будет очень сильно бросаться в глаза может потом что-то я еще здесь сделала можете накладкой болтики сейчас добавим чуть-чуть у меня вопросится не знаю то ли у меня шоколит то ли так и есть на референсе рукояти она там как бы в квадрате как мелкие да я думаю что я думаю что да но в этом стиле мне кажется что я просто не смогу это реализовать то есть вот такой мелкий повторяющийся идеально что если накинуть генератор попробуем сделать вот таким же попробуем сейчас посмотрим как по времени будет кстати у него проглядывается два болта сверху вот и вот эти квадратики это скорее всего он пытался рисовать но художник накладки вот накладка на болтах вот как бы логично может можно сделать вот что-то вот но да это вопрос что это такой цельный кусок пластика цельный литой наверное какой-то рифленый был надо да конечно вот ты внизу ручки сейчас ниже а вот здесь тебе идет как бы по тону темное такое но если это хитпэйнт и ты снизу точно таким же тоном вот не вот а вот это вот место снизу точно таким же тоном его типа обозначил это же когда иллюзия того что есть освещение от получается у них одинаковый тон хотя это разные грани это не всегда иллюзия освещения я не делаю эту модель под анлит то есть я не думаю что эта модель без источника света в сцене будет работать я бы ее делал совершенно по-другому то есть я сейчас задаю карту альбедо естественно я чуть-чуть вот кверху здесь какие-то детали высветлил как будто краска выцвела например со временем или что-то вроде того чтобы объем считывался лучше но свет я не рисую это не анлид поход при этом в общем и целом естественно там стилей газели он как художников столько и стилей но hand paint это просто нарисованный вручную текстуру и даже не обязательно до такой степени вручную естественно все генераторы туда же тоже hand paint все запечки high poly тоже hand paint то есть не обязательно естественно без свет я думаю что я для рендера и том когда я буду вкладывать скетч фаб и обязательно включу хорошие плотные тени падающие и нет будет очень жесткая тень то есть вся нижняя геометрия она будет темная потому что будут источники свет то считайте что я сейчас просто рисую альбедо я отчасти рисую ambient occlusion да то есть я его из запек вверху и вот еще какие-то вот трещин и вот всякие углубления еще рисую на текстуре просто чтобы вытянуть эту геометрию на стыках но я не рисую источники свет поэтому поэтому да если бы я так хотел делать я бы здесь снизу например делал вообще прям темного темно сильно темнее то что есть сейчас слушай еще тогда такой вопросик касательно того насколько ну понятно наверно зависит от того для себя ты делаешь или нет но все равно интересно насколько точно нужно или наоборот мне нужно попадать в концепт вот касаемо например той же ручки вот как на концепте да она там сделана мелкими детальками но типа вот если ты понимаешь что она в данной стилистике сюда там подойдет не подойдет но это общий вопрос то есть насколько сильно нужно 3d нику или текстурщик вот к текстуришь попасть прям идеально в концепт или он должен в принципе гармонично как-то смотреться в целом ну то есть что по этому поводу я могу сказать я думаю что естественно в разные ситуации разные то есть например когда мы ищем художника к нам студию и мы даем тестовое задание с референс то есть например вот было тестовое задание на казуальные модели для так секундочку я думаю что тут болтики как бы в углублении поэтому я не целиком тень буду убирать частично и мы давали тестовое задание с референсом и естественно мне нужно было посмотреть насколько художник сможет воспользоваться референсом насколько он близко к референсу попадет и ближе к референсу в этом случае скорее плюс в больших студиях особенно потому что там будет человек на зарплате к получает зарплату и его взяли и наняли давать вам референс и да то есть течь художник например а вы его взяли и проигнорировать не частично полностью ли но добавили от себя тем в этой ситуации да конечно лучше а попадать в риф полностью если вы делаете для себя или в маленькой инди студии да как моя ситуация я могу городить что мне вообще заблагорассудить мне попадание в риф потому что эти рефы они из пинтереста и прав у меня на них никаких нету есть если указывают там в арт-стейшене или где-то что модель тата тата или там вздохновлена вот этим художником этим скетчем да то есть я это всегда естественно указываю вам я вообще делаю что хочу то есть ну разные разные ситуации но нижний болт если переместить чуть чуть более посередине нижний болт будет покрасивше более посередине повыше вот нижний болт вот может быть вот вопросу то хорошо шарит в собственности смотри ты можешь эту маску подвинуть трансформом если у тебя этот болтик на отдельной маске вот этот нижний болт это отдельный да у него отдельная маска или он с другими а он с другими тогда не подвинешь всего ну то есть естественно что мешает сдублировать маску и стереть просто вот эти вот верхние болты на новой оружейщики вот так делают да как делать в основном в центре а ну вот да я кстати именно оружие как таковое меня не интересует мне кажется еще первый раз делаю модель оружие нагрузка с двух сторон равномерно этот вектор ну вот вот ребята вот такое уважение когда вот есть разные паблики куда выкладывают там например за фидбэком модели оружия как некоторые ребята разбираются во всем ё-моё то есть чувак выкладывает по какому-то концепту сделанную пушку говорят и начинает объяснять что а вот я даже терминов не знаю что это принципиально не могло бы работать и сыпят терминами что это надо было бы подвинить сюда и этого да 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 это очень круто мне приятно всегда смотреть как ребята разбираются любят какие-то вот такие вещи это круто вообще в принципе разбираться в чем-то настолько досконально окно если вы хотите добавлять трещинки какие-то или вот царапинки то вы просто вот делайте вот такие штучки например и чуть-чуть высветляете под ними и все это будет в принципе на альбедо считываться как будто это какая-то вот или трещинкой царапинка естественно наверное на внешних слоях было на внешних гранях на внешних но смотрите да опять же с миром начинают тут же возникать проблемы тут я здесь добавлю их много вот этот паттерн он тут же вообще считывается и наверное я от этого воздержусь так а по поводу ты говори говори я хотел вот что спросить ну понятно финляндия как бы столица мобильного геймдевер все дела соответственно как бы зарплаты сравнивать не то чтобы некорректно но понятно что зарплата выше чем в россии опять же учитывая что в россии в мобильном даже так геймдеве российском главенствует идея быстрого извлечения прибыли на сердце от сердца продюсера чувство как и двухнедельный багет вот но у меня вот такой вопрос условно говоря на работая в небольшой команде ты получаешь большую степень свободы в работе насколько сильно это большая степень свободы в работе урезает твою зарплату хороший вопрос конечно в крупных компаниях зарплата может быть выше потому что маленькие команды это зачастую стартапы стартап подразумевает то что вы получили какое-то там инвестирование например какую-то сумму денег в вас вложили и вам нужно достичь прибыли это вот наш сейчас ситуация то есть мы мои начальники не я в смысле сам лично пошли в компанию супер сел супер сел кто не знает кто в мобилке не играет это такие мастодонты на рынке с очень успешными большими играми они презентовали им идею что вот мы хотим сделать такую игру им дали на это x количество денег и с этого момента начинается постоянный подсчет runaway то есть как это на русский взлетно-посадочная полоса то есть когда она кончится всегда точно знает компании что мы сейчас тратим 35 тысяч евро в месяц на зарплаты это значит что феврале 23 года у нас деньги кончат мы это всегда знаем абсолютно точно сколько этот runaway у нас и например человек уволился у нас через 4 месяца или наоборот наняли еще троих а у нас полгода сгорело потому что мы очень много на зарплаты тратим и соответственно и зарплаты считается чуть более вдумчиво и траты всегда чуть более аккуратные потому что надо считать деньги это стартап и надо успеть что-то сделать что-то продать чтобы на чем-то зарабатывать а в крупных компаниях там же например супер сели они деньги считают меньше зарплата у них выше но ты там очень жестко скован по рукам и ногам что ты можешь делать что ты не можешь то есть это очень жестко я уже говорил да на прошлых стримах что если ты захочешь проэкспериментировать обязательно найдет компанию решишь ты сделать что-то другое заняться чем-то другим например ты всегда делал скульптинг вот и такое а можно я попробую анимации скорее всего не можно скорее всего обязательно там будет человек который уже делает лучше и быстрее тебя и это отдадут ему поэтому да вот то чем я занимаюсь чуть больше креатива чуть больше свободы это накладывает отпечаток на зарплату если бы я был например лучшим в текстуринге работал только в этом направлении в какой-то более крупной компании зарплату стрим про переезд про особенности вообще фриланса как выставлять ценник как там переезд проходил как чё поэтому со всеми вот такими вопросами я буду более еще разжевывать на следующем стриме вообще я думаю что мы близки к завершению сегодняшнего стрима потому что уже начинает это все в принципе выглядеть забавно болтики в принципе мне кажется и пятнышки раз немножко убрали вот эту скучность с рукоятки скорее всего опять же если вы мне еще сюда часов 6 в колотить было бы вообще все прикольно и классно но я думаю что я скоро буду останавливаться с этой моделькой а что по металлу с рафосом ну сейчас я точно конечно этим заниматься не буду может быть потом прежде чем скетч фаб выложить я может быть накинуете карты ну то есть в данном случае это естественно очень легко сделать создаете на самый верх например вот сейчас у меня есть раф нас общий до для модели то есть если вы не хотите карту если вы хотите оставить это очень стилизованно вы можете докинуть сверху слой назвать его металл с опечаткой как я обязательно это сделать маску и металл нас не забывайте что он в абсолютность то есть материал или металлический или не металлический промежуточных значений у металл нас а в принципе не бывает то есть электрик или металл так работает физический мир так работает но она же стилизация возможности ну наверное да ну просто тогда лучше раф носом убирать это или в спирт глаз эти и спирт глаз до спирт глаз очень интересная тема я больше хотел побольше в ней провести но к сожалению да опять же чуть пока не случилось так мы переходим спирт глаз кстати он очень неплохо идет знаешь вот стилизация в духе фортнайта потому что он позволяет создавать как раз вот эти промежуточные какие-то этапы между металл металликом и диэлектриком вот и добиваться вну таких разных интересных эффектов на модели вот но единственная штука в том что вот я столько не работала стык глаз это прям надо очень аккуратно с этой штуковины работать потому что можно сделать что-то ужасно мне еще показалось что если много отражений планируется то точно надо успех глаз потому что там вот эта карта отражений я могу сейчас вообще очень какие-то глупости говорить но те модельки которые я исследовал на скетч фабе у них вот есть после глосса отдельная карта рефлективность если у вас металл и он отражает там можно прям задать тон оттенок интересные какие-то нюансы этим отражением чего металлов на сделать не получается ну то есть вот сейчас я металл нас если мы переключимся на металлик вот я взял и задал каким-то просто общем кускам что металлическая что не металлическая и в принципе для этой модели это будет достаточно раф нас потом тоже можно наверное чуть-чуть добавить но скорее всего я буду оставлять так ну и естественно нормалкой вот те что-то порисовать если вам очень хочется добавить каких-то деталей например вы тоже можете создать общий слой оставить у него только высоту добавить например этой высоты чуть-чуть сделать ему черную маску и и какие-то вот вещи там например хотите вы выдавить или наоборот вдавить все болтики даже несмотря на то что хайпольки у вас нет естественно вы можете это легко и непринужденно сделать здесь да вот и взять и вдавить все болтики и на нормалке потом выкрутить значение нормалки чтобы она посильнее оказывала эффект на вашу модель и в принципе точно так же вы можете поступить там например с вот с этими с царапинками до взять их и вдавить на нормалки несмотря на то что скульпта у вас нет и ничего вы не запекали что-то сделать можно я думаю что конкретно к этой модели пости не подходит но сделать это можно вот металл нас наверно в принципе да уже поинтереснее смотрится но это уже субъектив щена ну и собственно наверно сейчас я буду уже останавливаться конечно эту модель можно было бы сделать гораздо лучше но за ограниченный промежуток времени но опять же за день относительно законченную модель то неплохо и что-то выложить на скитфаб каких-то киталий наверно тут не хватает я бы вот например ручку потом мог в фотошопе сделать мне бы было комфортнее работать на плоскости инструментами фотошопа что-то там еще вот здесь сейчас пустовато здесь бы сюда можно было какой-нибудь какой-нибудь наклеечку или что-нибудь вроде того сделать сделать или да можно сдавать посмотрим как ты работаешь с дикойками то есть люди посмотрю как это делается на барабане не может быть она будет мешать переключению барабана вот началось наклейка и краска не выдержаться долго сотрез соприкосновение рук и самого механизма так и сделали когда сделал а этим ну знаешь и не понимаешь то есть выдавленный вдов в давленый шрифт какой-то надпись да вот надпись хорошо пойдет по обитали на так у нас же 7 и работает на обратной стороне будет шрифт наоборот вот вы короче алекса сейчас задавили он подумал-подумал такой ну все пацаны бываете можно было бы дикальку добавить тоже вдавленную значок медведя или еще часть то есть сейчас немножко наверное пустовато тоже вот эта область выглядит но если бы я делал какую-то наклейку хотя на белой краски тоже наклейку или только если цвет какого-нибудь другого черную наоборот делать наклейку ну давайте попробуем что ладно и будем закругляться после этого на фоне черного можно было бы сделать контраст так это у нас ну вот получается что я практически вообще без слоев для рисования конкретно в этом случае обошелся поэтому ну если я еще дальше сейчас продолжал модель прорабатывать я думаю что обязательно немножко какой-нибудь круглый стикер сюда налепить слишком симметричным можно это шарахнуть смайлик из этого хранителей мне кажется как раз в тему там типа желтый смайлик просто улыбающийся с края с кровавым потеком давайте посмотрим а это оружие просто так или с какого-то сеттинга определенного нет просто референс на который я наткнулся в поисках референсов для стрима можно было насечки сделать например ну вояки всякие делают насечки по убийствам в стволах а тут барабана много места может это насечка может неправильный референс понял может он убил бабушки 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 давайте попробуем сделать ее желтенькая и вот уже здесь наверно а хотя черный так или сейчас чтобы это стало выглядеть как стикер они как просто вот то что наклеилась сверху плоская поэтому надо естественно добавлять каких-то объемов нюансов то есть например мы можем сделать простой вариант это простой вариант это вот уголок например вот так вот подвинуть добавить еще один слой ставить его каким-нибудь сереньким добавить ему черную маску и под этим добавить слой смотри память с уже слои не называю естественно будьте консистентны в этом вопросе но я уже завершаю работу добавить чуть-чуть тенюшку аккуратненько и чересчур чтобы ее там было и вот здесь вот от где она замялась посильнее чуть-чуть она сама наклейки получается тень да и на самой наклейки нужна тень наверное можно кстати тень сделать и на самой наклейки тень все верно это мы сделаем под белый а хотя нет тоже не делаем а вот можно дать оттенка добавляем на маску и даже какую-то лошка чуть-чуть да ну так чуть-чуть и здесь можно уже добавить наш первый слой для рисования пора было пора не здесь уже дорисовать какие-то нужные детали то есть например большой вот тут вот здесь как будто она объемная возможно сейчас уже мельчу и это будет выбиваться сейчас и стилистик потому что слишком мелкие детали для того что я делаю попробуем потом например мне сделать здесь тенюшку докрасили и не добавить я чувствую такой легкий эффект гнума в общем пистолет весь такой за несколько часов отрисованный и супер мега стилистикер детализированный стикер чуть ли не лучше чем в реальной жизни не не эффект гнума был бы если бы он патрон сделал который там стоит где-то внутри его вообще не видно вот тогда бы был бы эффект гнума по идее конечно сейчас бы надо было все довести до что за эффект такой гнум это нем ридешный по моему если мне память не изменяется ру сегмента в общем там типа гном сделанный из двух с половиной трицев у которого на поясе висит мешочек в котором супер детализированная бутылка никто никогда не увидит я так грешил в пером снайперской винтовкой свои болтики все винтики алекс решил показать его прекрасен причем проекция с фронт да 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 конечно то есть вот сейчас наверное я бы а или убрал его вовсе потому что это получилось неконсистентно но черт с ним до в пределах стрима будем считать что мы достигли чего хотели но дальше можно было бы это все за экспорте а собственно я за экспорту выставку можно вопрос про тени короче тени делают либо ближе к красному цвету чтобы не уменьшать тон и как бы картинка оставалось не грязный либо к синему но у тебя ну просто затемнением и я никак не могу короче я всегда ухожу жесткий цвет когда можно просто тоном это все делать такой вопрос не уверен что понял на рендере я здесь не однозначно я сделаю тени холодные и они все будут на всех объектах на всех частях этого меш они везде будут холодные а именно здесь стикер когда ты красил у тебя просто затенение идет там где тени когда можно так делать когда надо на это забить какую-то тень опять же это такая мелкая деталь что не особо то нужно так но просто в целом на большой тени естественно делать хороший цвет теней это замечательно у меня здесь здесь я подражаю только ambient окклюже но немножко да то есть нижние стороны и в кавитис я чуть-чуть делаю вот по темнее да то есть вот здесь но из-за того что я не пытаюсь симулировать источник освещения у меня будет источник освещения я буду включать свет в просмотрщики я не думаю что это важно я не пытаюсь рисовать тени то есть я цвет теней задам реальными тенями которые уже посчитает компьютер они и я сам наверное забыл самое важное да самое важное надо добавить прям вообще черный черный и и и да вот теперь все слушал вопрос вот смотри ты говоришь что вот этот стикер слишком сильно детализирован по отношению ко всему установим пистолету соответственно как бы выбивается из общего тона но у меня вопрос такой нельзя ли в таком случае делать вот такие мелкие очень детализированные детали как акцентные точки чтобы то есть то что он целом выбивается но при этом это делается специально чтобы ну то есть сориентировать человек куда ему смотреть можно ли такой прим использовать да это как я тоже комментарии здесь это не работает потому что это неважная деталь то есть она ничего не добавляет модели это маленькая деталь которая сейчас на себя тянет очень много внимания но контрастно это чуть ли не самый высокий контраст в этой работе да то есть яркий желтый и черный и она на белом фоне то есть там много контраста мелкие детали и взгляд на нее падает хотя она не важно то есть она ничего не добавляет она дополнительная какая-то небольшая деталька то есть если бы ее сейчас по тону вот сильно урезонить наверное она начала работать лучше если царапина добавить она работа надорвана на них но не фокус когда будет падать да да то есть она лицом суме на это фокус фокусировочный будет да вот это тоже очень верно мы люди революционно привыкли сразу искать лица и как только ты видишь лицо ты у него падаешь сейчас то есть она скорее больше агулка поджим добавляет да но попробовали добавили не получилось время добавили что ли типичная ситуация поэтому поэтому да так что вот как-то так